Это часть из сериала HBO от Чернобыли. Я видел этот фильм. Но я видел эту картину, только хуже немножко. Хуже, конечно. А почему люди боятся радиации в доме? Просто они знают ее. Они не знают ее. Так же, как боятся дети, что под кроватью кто-то сидит. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Зашли? Все, дякую. Леонид Алексеевич, полотки 3-3, 4-й блок, открытый результат. Здравствуйте. Прошу. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Петр Хмел. Да. Меня зовут Ян. Приятно очень, Ян. Все. Пожалуйста. Ян, я здесь вешаю куточку. Да. Так. А вы здесь уже долго ждете? А вот мой уже китель. А-а-а, да-да-да. Ага. Ага. Да. Это орден красной звезды. Ага. Ага. Вот. Это орден за заслуги третьей степени. Ага. Это идет знак Герой Чернобыля, звезда. Это звезда, звезда, звезда. Это украинский, да? Да. Герой Чернобыля, да. Ага. Понятно. Это мой. Много, да? Да, да, да. На Чернобыльской атомной электростанции он побывал на блочном счете управление, первым энергоблоком, где беседовал с работниками станции, осмотрел также машинный зал, ознакомился с состоянием дел на четвертом энергоблоке. Ага. Тсернобыль, это первым праздничным проектом Совет-Уни. В общем, она была в Коммунистическом сообществе. Не обменивали запрет. В 1901 году эта центральная обменивала. Ни-мнамы не мог вернуть за это пять лет назад. Но нам еще не было ничего. Вот тогда, когда я увидел, я увидел, как свеча, как грибок, потому что я ехал на машине тогда на связи, ну, что так, не догадывались, сказали, что пожар на атомный, все. Леонид Алексеевич, Алло, Припять, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии взрыва. Угни его, давай. Так уже подтвердили? Нет, подтвердили, авария там произошла у них, это диспетчер припяти сказал. Мы понятия не знали, обычно нам рассказывали, что реактор не сорвется. Обычно расскажут, что тушение будет там машинного зала, кабельные шахты, ну, так, ну, что. А за реактор нам никто ничего никогда занятия не проводил. Вот, когда мы... Упражнение не было, что взрыв на реактор? Нет. Сценарий не было? Нет. 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 На нормальных ней. Не понимают. А, камень там... Видим, что, он простой там камень в кусок бетона, потому что, еще еще ногами мешать, раз кинул. Вот. Это пламя мы сбили уже, и ребят началось немного состояние здоровья. Знали уже, что это из-за радиации? Нет, мы еще не знали, что это. Никто не говорил, что радиация высокая? У вас нет мысли, что это? Нет, было мысли, что это реактор. Но тоже, что это страшно, надо убегать? Ну, надо было убежать. А знаешь, как, у нас старый такой характер, таких пожарников, что... Потому что я связался по радиостанции уже, я был на крыше с правиком. Он говорит, бережи людей. Все, у меня же люди были на крыше. Я уже не мог беречь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 И перчатки надевал, когда ходил в помещение поближе к реактору Особенно защита... Больше ничего особого не было Утром 26 апреля, где-то полвосьмого я пришел на пульт четвертого блока Мы уже почти уцели А какая была обстановка, когда вы пришли в четвертом сбьюшем? Блока обстановка была спокойная, напряженная В то же время деловая Было много людей, я не всех мог узнать, потому что были в масках, в респираторах На столе было много разложено схем, чертежей Люди склонились, что-то пытались в чем-то разобраться А где было ваше место здесь? Да, это вот мое рабочее место, здесь С утра... Вы там сидели? Сидеть приходилось мало, не только в день аварии Сзади стол начальника смены блока Это человек, который Наивысшего ранга оператора Ночью во время испытаний здесь бывает Это экземпляция, все, что-то спокойно Наши первые приоритеты... Это уничтожили! Мы знаем, что я пришел, что мы будем закрывать реактор Мы закрывали, но контрольные дороги все остальные Нет уничтожили! Это уничтожили! Уничтожили! Мне было непонятно, что здесь можно делать Зачем я здесь буду нужен? Мне объяснили, что главная задача для меня Это подача воды к реактору И эту воду мы пытались подать по команде из Москвы Подать в реактор Вот за этим пультом я пытался включить Единственный уцелевший насос Я услышал звук запускающегося насоса И видел показания по прибору, что насос стартовал И тут же отключился Я доложил, что была попытка неудачная, с радостью Мне очень не хотелось подавать воду Потому что было понятно Для нас уже было понятно Что реактор разрушен Но для чиновников из Москвы Это было не сразу понятно Они не верили? Я их не осуждаю Мы были в таком же положении В таком же ситуации Мы тоже очень долго не верили Хотя у нас было перед глазами А у них реактор далеко За тысячи километров Им еще сложнее было поверить В той ситуации для нас, операторов Признаться, что мы ничего не можем сделать И отступить было очень сложно И отступить было очень сложно И отступить было очень сложно Полетел В Донецке не летают Номер центральный зал блока номер 4 Включи Выше Выглава вас Держи это место Держи Держи Где дым идет Где дым Вот так держи Это вылетели Это ты Это коллега Это через два дня Я был в первый день 26-го Но я видел эту картину Только хуже немножко Хуже, конечно Это часть из сериала HBO от Чернобыля Я видел этот фильм Пламя было Даже беловатого Такого характера Ну не как при сварке Красно Или как раз Непонятная субстанция Такого Белесого цвета И все это Подсвечивалось внизу Очень высокотемпературным Пламенем Для меня Это было понятно С момента Когда мне бортовой техник Сказал о том Что уже 15 рентген Дело в том Что я из семьи геологов И отец мой Иван Матвеевич Царство Небесное Он был в свое время В поисковой группе Урана Это Я понимал Что это очень опасно Для людей Особенно для детворы Вот Хотя дал команду Правому летчику Штурману Пересчитать Что он находит По специальной таблице Какой уровень радиации Там внизу Оказалось Там 300 рентген Что меня конечно Очень удивило Как там люди находятся Если там 300 рентген То есть Как мы говорим о радиоактиве То есть Дике лаак бетон Или лод Но гамма страли Немен Вэл Снел И кракт Аф Мет Афстанд Девушки отдыхают Солнечный день Солнечный день Прекрасный Чистое небо Солнечный день Суббота Выходной день Выполнив пролет Над Припятью Выбрал место Для посадки Чтобы не в самом городе Чтобы уже Не было ни паники Ничего Что своим Мало ли что Тут авария Тут садится вертолет Поэтому я На окраине Выбрал место Как оказалось Какой-то парк А ко мне На вертолет Вот что меня поразило Ну огромное количество Детей Так вот Видя детей С каким интересом Они относились Ну села такая птица Вертолет Все кинулись ко мне А поступили родители Что и как Но я не мог Ничего такого сказать Я понял Что лишняя информация Не то что я хотел утаить А именно Лишняя бросовая информация Она могла бы Создать какой-то Ажиотаж Ну не панику Или что Не мог Я единственное Попросил Потом Уже когда я Второй раз Прилетел Я попросил Родителей Убрать детей Пойти домой Закрыть окна Двери Не выходить на улицу Ни самим Особенно детей Не пускать Работу наблюдаю Работу наблюдаю Тут правило Порядка 80 метров Хорошо Отлично Вот так и держать Мне было дано Указание Пролететь По определенному Маршруту И промерить Уровень радиации По этому маршруту Это вокруг Припяти И стрелка Стоит на упоре То есть там Было больше 500 рентген Мы находимся У нас же ни средств Ни защиты Ни факел Ничего Это морд Неведоза А? Это 500 рентген 500 рентген В час Это облучение В кабине В данный момент Здесь у меня От датчика Вот идет То есть у нас Мы находимся В зоне облучения Более 500 рентген Потому что стрелка Стоит на упоре Надо выходить Пожарники Прежде всего сбили это пламя Но разумеется получили огромные дозы облучения И слышали когда пожарники Значит в эфире Ну практически кричали Спрашивали У нас пошла кровь с рта Идет кровь с рта Идет кровь с носа Шланги Вываливаются стволы Падают с рук Нет сил Помогите Давайте нам с заменой Привезли в нашу шестую клинику Я что-то смотрел в зверху Я себя не мог познать Такой черный Не черный Такой темнокожий я был Из-за радиации? Да Врач принесла газету известия И показала фотографии Шесть пожарников Шесть, да? Да И мне как-то стало страшно Трудно работать в этом помещении Потому что, наверное, радиация Была очень высоко Да? Радиация была в этом помещении Не самая большая Вот в этом месте была лужа Радиоактивная Мне с утра сказали Предупредили, что мощность дозы Уровень радиации 800 микрорентген в секунду Я сразу пересчитал Что это ровно в тысячу раз Больше допустимого уровня Для персонала атомных станций Посчитал, что за полтора часа Я получу примерно годовую Разрешенную дозу Но это было далеко не самое худшее место Тысячу раз это не предел Были места, где уровень дозы Был в миллионы раз Выше допустимого Вы никогда не боялись о своей жизни? Ну и еще такой момент Когда человек попадает в условия Повышенные радиационные поля Нервная система подстегивается Возникает состояние эйфории Я помню такую возвышенность Какую-то неуместную торжественность Готовность сделать все, что угодно Любой ценой Это называется радиационная эйфория Это где-то прошло через полчаса И, наверное, многие были в этом состоянии Поэтому мысли были не о том, как бы убежать А что-то делать А у меня получилось С этой дозой лучевой болезни Официальной, по крайней мере, нет На следующий день Я позвонил начальнику семянной станции Спросил, что делать завтра Он сказал так же на работу 27-го Во время этой работы Появились сильные-сильные удары Сейсмические Все буквально сотрясалось Хорошо, что нас предупредили Что это вертолетчики Начали сбрасывать песок на четвертый блок Вертолеты наши Начали сыпать Выбрасывать сразу Мешки с песком Я это скажу Вы это вырешите Наши летчики Потому что применялись Туда начали бросать В жерло В реактор Поднимался С этим радиоактивным воздухом Облучался И его ветром разносило По всей Украине Когда я вышел из госпиталя И взял машину Которая находилась Вы представляете Этот песок Он рыжий лежал на машине И вот этот песок радиоактивный Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не была ошибка Потому что люди продолжали жить Это был прекрасный день Это не ошибка Это правило Это жизнь такая Советский Союз Информация не давала Поэтому люди продолжали работать И получили дозу Мы сейчас не знаем Какие последствия Но это не было лучше Сразу давать информацию Если информацию паническую дать сразу Могло быть много паники Которая привела бы К неконтролируемому поведению людей Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Юля Я буду сегодня вас обслуживать С разрушениями Желайте с напитков Чай, кофе Капучино Капучино Американо Американо с молочком Без молока Спасибо Что это пока Сценарий был очень простой Охлаждать реактор То есть это записано везде То есть реактор должен быть охлажден И никто не понимал, что он разрушен Что охлаждение в данном случае бессмысленно Но поэтому персонал подавал воду В течение длительного времени Подавал воду в никуда Реактор разрушен Около него нет смысла находиться Это где было сейчас Если было понимание то Которое у нас есть сейчас То нужно было всем отойти в сторону И наблюдать Медленно наблюдать, что происходит Тогда бы у нас никто не погиб Пожалуйста Капучино Американо Мы сняли в город Никто не уйдет И сняли звонки И сняли в распространение После аварии Власт молчал Не дал информацию Почему это так было? Так это было правило В Советском Союзе Не давали информацию Об любых инцидентах А если какие-то потери Связаны с жертвами То в Советском Союзе Эта информация прекращалась Это было правило Поэтому у нас Телефонная связь была С внешним миром отключена Но это было правило В Советском Союз Почему распространение Потому что это неправильно Это неправильно Если это было правило Советский Союз Работал до сих пор Но это неправильно Связанная информация Не было совершенно Мы осознавали Каков он масштаб Потому что авария была глобальная А мы мыслили локально В Советском Союзе Союзе Союз 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 И это Соми Сдание Санция Как видите Огромных разрушений О которых не умолкает Твердят средства Массовой информации Запада Нет. Поврежден только блок. Все производственные построения, соседние здания, опоры электропередач целы. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Дело в том, что представление о первой смерти, которые произошли, они навели панику. Никто не знал. То есть люди умирают. А нереально умерло несколько десятков человек. Это реально. Но они получили дозы, которые вышли за тот порог. А люди не знают порога. Они знают, что от радиации умирают. И они думают, что от любой радиации умирают. Это вот как коронавирус. Кто-то умирает, когда организм не справляется, а кто-то выживает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, аплодисменты были тогда? Аплодисментов не было. Не было. Вот тут такие вот вещи. А вот тут просто удостоверение. Удостоверение, да? Это президент Зеленский подписал. А почему только сейчас получили такой орден? Ну, новый человек появился. Новый. Что? После сериала. После сериала? Да. Это последствия? Спасибо HBO. Да нет, просто после этого сериала все вспомнили. Наконец. Наконец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok